всем привет с вами канал огород на всех уротах здесь вот на огурцах мы должны обрывать пасынки где такой пасынок то есть вот он листик запас их и лица и вот он этот пасынок а здесь огурец то есть вот этот вот листик мы должны оторвать вот видите оторвал оставляем только зародыш огурца также здесь вот видите вот огурец а вот этот пасынок вот листик вот этот вот мы его просто должны его убрать потому что он на себя будет тянуть этот пасынок а нам нужно чтобы огурец у нас рос понятно да пасынки мы должны проверять вот огурчик пошел а вот листик этот листик мы должны оторвать с этого листика попадет расти дополнительно пасных вот и все питание будет брать на себя для роста огурец расти не будет то есть он завяжется расти не будет здесь как раз длинноплодные огурцы у меня растут изумрудный поток с этой стороны с левой стороны где я нахожусь я сажал три штуки из той стороны я сажал тоже три но только зашел один тоже какой-то китаец вот это вот изумрудный поток огурцы будут длинные длинноплодные тоже даже видно на зародыше огурец видите какой длинный вот он вот сам огурец уже видите вот почему он крючкообразный потому что у него не хватает фосфор и калия поэтому вы должны его подкармить фермеркисным калием или сульфатом калия то есть вот можно конечно подкормить залой но в зале тоже есть кальций а кальций это тоже рост вот ну там калит и конечно есть но малом количестве то есть можно залой даже подкормить вот и обязательно обрывать пасынки именно оставляю только листик лист оторвался здесь вот тоже потом побольше будет легче будет отрывать а то не с огурцом оторву и все вот вот эти огурцы ведь они уже начинают карандаш и уже наверно сантиметров 5 уже выросло из как я еще тонкий вот он он постепенно растет это курец вот его надо пылять хотя сам опыляемый но чужая пыльца не помешает пыльцу я беру у нас сейчас как раз цветет это жесмин цветет там очень много пыльцы просто берете на это на палец намяли и опыляйте вот как только кабачки пойдут можно кабачками пылять вот уже здесь опылял уже на него и плохо растут из-за того что не хватает фосфора и калия сегодня мне есть много сульфат калия я разведу и полью поливать я говорю надо на влажную землю сначала воду полить любой и потом уже где-то через час полить вот этим сделать такую подкормку именно именно фосфорное калия чтобы огурцы росли то есть для роста огурцов требуется фосфор и калия если будет не будет хватать огурец будет крученый лишь показывал то есть я уже вот он закрученный огурец ведь он должен быть ровный и длинный вот вот видите какой крючок вот это нехватка игру фосфор и калия как фосфор будет и калия в норме то он будет нормально сейчас надо просмотреть пасынки не оторвал а то не мне пасынки не нужны на себя берет рост пасынок здесь опасно к нам где-то снизу и он идет он на себя берет питание огурца нету вот этот вот листик вот этот вот за пазухи мы его должны оторвать а там огурчик будет зародышем и вы должны понятно да здесь я уже подрывал огурцы пооставлял здесь по одному огурцу то есть изумрудный поток это с одним огурцом вот один огурец то есть возле изумрудного потока только один огурчик вот видно один огурчик вот в остальных других гибридах вот там бывает и а от от 3 и дать до 12 огурцов вот самое первое был гибрид f1 это называется кураж вот его изобрели как бы вывели еще 20 лет назад кураж но сейчас есть много разных других гибридов которых возле уже не 3 огурца а 6 огурцов скажем самым мам такая не очень но среднее такое количество бывает 8 вот как здесь как-то брал семена там написано 12 вот этих возле 12 таких огурчиков вот но там было всего три семянки и стоило это 3 семянки очень дорого где-то рублей на 120 было это стоило и один только взошел этот меня огурец но как оказалось там не 12 этих возле а было только 6 то есть они немножко обманули слукавили видимо ну 6 тоже нормальный огурцов было вот вот этот изумрудный поток видите он идет давай а уже вот такой высокий остается до поликарбоната уже совсем немного его можно подрезать то есть произвести чеканку этих макушек то есть чё надо чеканка даст чеканка а вот то есть обрезка вот этих макушек даст быстрому созреванию этих огурцов то есть огурцы начнут цвести и расти то есть вы получите огурцы а потом на из как боезапазах пойдут еще пасынки вот я обычно отрезаю началом окошко обрезаю потом когда они все от плодоносит то есть уже никаких этих завязей с огурцами нету я просто беру так половину так отрезаю примерно метр оставляю и примерно через две недели идут пасынки уже с новыми цветками и с огурчиками то есть изумрудный поток можно могу как макушку обрезать дать чтобы созрели распустились вот эти цветочки и опылились и начали расти плоды вот и потом когда плоды все отойдут то есть плодов уже не будет этих соцветия просто взять вот этот всего эту плеть обрезать но некоторые просто опускает вниз но так как вот здесь вот у изумрудного потока ствол толстый если начнем опускать и он у нас просто сломается и все поэтому я просто вот так делаю половину обрезаю оставляю метр вот так вот и поэтому с этого метра с пазух идут дополнительно по уже эти пасынки на пасынках как раз тоже тоже такие огурчики растут это тоже кверху подымается еще получаем еще второе урожай этих огурцов вот но это где-то уже в середине августа здесь у нас сейчас июль будет сейчас вот они будут плодоносить эти огурцы а в августе их уже практически они их не будут то есть здесь не будут поэтому я здесь вот обрезаю на половину выбрасываю и где-то через две недели смотрю пошли пасынки и это и получаю все дополнительный урожай на пасынках огурцов единственное что надо обязательно выламывать вот эти вот оставляя один огурчик а вот эти пасынки вы выламывать то есть оставляем один пасынок он уже получается как первый ствол а остальные что лезут пасынки мы все обрываем оставляем только по одному огурчику понятно да с вами канал все для огорода жмите на колокольчик чтобы не пропустить следующее видео всем пока пока и подписывайтесь на мой канал